Снервованность, перелик, стресс. Снова стеснилась. Что сердце погано. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидкая допомога вашему сердцу. Один из самых загадочных политиков современной России, Владислав Сурков, написал свою знаменитую статью о суверенной демократии. Она, как известно, породила массу споров, но с позиции дня сегодняшнего практически ничего в ней не вызывает особенных возражений, кроме, пожалуй, названия. Национализация будущего. Параграфы про суверенную демократию. Автор, если кратко напомнить содержание предыдущих серий, констатировал, что в 21 веке среди символов могущества все ярче выступают передовая наука, моральное преимущество, динамичная промышленность, справедливые законы, личная свобода, бытовой комфорт. Сурков призывал создать новое общество, новую экономику, новую армию, новую веру, доказать, что о свободе и справедливости можно и должно думать и говорить по-русски. При этом кремлевский идеолог настаивал на том, чтобы центр прибыли от международных проектов использования российских ресурсов закрепился в России, так же, как и центр власти над ее настоящим и будущим. Кроме этого, Сурков вопрошал, освоит ли Россия народосберегающие технологии демократии или по обыкновению обратиться к разорительному и беспощадному огосударствлению. Основой предлагавшегося концепта стало понятие некой особой демократии с ударением на суверенности, которая должна была повести Россию по пути успеха, соединяя ее специфические черты с универсальными ценностями современного мира. Получилось ли это? Очевидно, нет. И это давно уже понятно. Моральное преимущество отражается в полной международной изоляции России после начала войны с наиболее исторически близким соседом. Крым был, есть и всегда будет российским. Там русский народ живет. Его никто не заставит перейти на украинский язык. У нас президент сказал, что мы должны провести деноцификацию и демилитаризацию. Провели дальше что? Нет, провели дальше что. Мы пока ничего не провели. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы эти две задачи были выполнены, нужно полностью взять под контроль территорию Украины. И градус этой ненависти зашкаливает. Поэтому фактически сегодня идет война не столько с Украиной, сколько с таким коллективным Западом, который стоит сзади украинских солдат. Какова должна быть судьба так называемой Украины в рамках большого русского мира? Ну, я всегда говорил и говорю, что Украина – это, в общем-то, часть России, это наша юго-западная часть нашей страны. Динамичная промышленность по-прежнему не способна преодолеть 80-100% зависимость от импорта продукции новых отраслей индустрии, да и не только их. Мы же очень любим поговорить о России как стране наступившего стабилистца. Причем я люблю в этой части посмотреть речь товарища Иосифа Виссарионовича Сталина на, по-моему, если не изменяет память мне, то ли 17-й, то ли 18-й съезд ВКПБ, где, если, в общем-то, убрать СССР и поменять его на Россию, то первый абзац посвящен экономическому кризису, который развивается в те годы, это 1934 год, а вторая часть посвящена как раз СССР как стране наступившего стабилистца и как, в общем, капитализм загнется. А теперь возвращаемся на нашу почву. Возьмем просто банальный анализ состояния того ВВП, о котором мы говорим, из чего он состоял 15 лет назад и сейчас. Если мы посмотрим, что нефтегазовые доходы составляли по 15 лет назад всего 7-8%, до 10, давайте округлим, условно говоря. Сейчас наши недрони, которые невозобновляемы фактически, составляют от 55 до, если добавить туда еще и металл, то, может быть, до 60-65. То есть худо-бедно, там, в лихие 90-е, о которых мы плохо-хорошо говорим, но существовало некое слово российская экономика. Сейчас это, по сути дела, сырьевое. Сейчас Россия представляет из себя даже не сырьевую державу, а сырьевую колонию, потому что сырьевая держава занимается выделкой, скажем так, из своего нацпродукта, там, нефтегаза, что-то. Этим занимаются там Австралия, Новой Зеландия и все остальные страны. Мы же просто гоним сырье нашим супостатам, как мы это любим говорить. Бытовой комфорт наполняется особо оригинальным содержанием по мере замещения качественного европейского сыра молочными фальсификатами. Любителям сыра с этого дня следует внимательнейшим образом изучать состав любимого продукта. Тут выяснилось, что он большей частью на наших прилавках подделка. Хуже всего с сырным рынком. Россельхознадзор заявил, что 78% всей продукции фальсификат. А Роспотребнадзор и вовсе при проверке наткнулся на 24 несуществующих завода. То есть некачественная продукция в магазинах лежит, но где она производится никто не знает. Экспертиза товаров, выборочно закупленных Ярославским институтом качества сырья и пищевых продуктов, показала 92% проверенной сгущенки, 90% сыра, почти 80% масла и около 60% мясной продукции являются фальсификатом. Новая вера оказывается очень старой, порожденной иллюзиями и мифами православных иерархов и их последователей, вдохновляемых решениями церковных соборов тысячелетней давности. Всегда говорю, три раза русская армия Берлин, вы Москву не взяли ни разу и запомните, передайте всем поколениям, никогда не возьмете, никогда вы не возьмете Москву, ни Америка, ни весь Запад, который сегодня ополчился против нас, не сломить русского солдата. И они рассуждают, что этот народ победить можно. Да нельзя его победить, потому что нет милосердия и народа на свете. Почему нас Господь любит? Почему Господь дал нам шестую часть суши, шестую часть моря, одной стране? Потому он нам и дал, потому что мы русские люди, потому что мы благочестивый народ. Нет сильней нас в мире народа и никогда на земле не будет, потому что не евреи избранный народ, а русский человек народ избранный, чтобы знали. Для Господа и для Богородицы мы народ избранный. Аминь. Станет Бог. Мы русские, станет Бог. Говорить о справедливости по-русски, то есть на языке страны, распределение богатства, которое является самым неравномерным в Европе, довольно странно. И ответ на вопрос о том, обратится ли Россия по обыкновению к разорительному и беспощадному огосударствлению, уже дан самой жизнью. Да куда же ей уйти от этого? Почему прекрасные мечты Суркова, рассуждавшего о модернизации страны, сбережении народа и утверждении свободы, воплотились лишь в его нынешнюю кропотливую и малозаметную работу по утверждению консерватизма да апологию гибридной войны? Важное место в ответе на этот вопрос играет ошибочность самой постановки задачи, которая была предпринята в середине прекрасных двухтысячных. Проблема коренилась не в термине «суверенность», а в понятии «национализация». История показывает, что национализировать можно только то, что уже создано, но пока не принадлежит государству, народу. В этом контексте проходили все великие национализации. Они перераспределяли уже имеющееся богатство, причем в некоторых случаях это приносило позитивные результаты. Национализировать будущее невозможно, просто потому, что, как показывает современное экономическое развитие, новое благо и новая экономика, создаются частными лицами, частной инициативой и в конечном счете тем творческим сословием, которое является, как отмечал Сурков, ведущим слоем нации, возобновляемым в ходе свободного соревнования граждан, их политических, экономических и неправительственных объединений. Единственным вариантом национализации будущего может стать тоталитарная диктатура, при которой каждый человек является не свободной личностью, а полной собственностью государства. Именно собственность власти на человека, как на создателя будущего, только и способна стать базой для его национализации. Это происходило в Советском Союзе, в сталинские времена. Но было, как хорошо известно, несовместимо с любым сбережением народа, каждодневно оборачиваясь прямым убийством или доведением до смерти тысяч граждан страны. Нынешняя российская власть, к сожалению, не научилась ничего создавать. Она может только перераспределять и национализировать уже имеющееся благо. В целях стабилизации отношений собственности и недопущения каких-либо возвратов к теме ее передела, считаю возможным поддержать предложение об уменьшении срока давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет. Причем речь идет здесь о всех приватизационных сделках, совершенных и юридическими лицами, и гражданами Российской Федерации. Полагаю, что для граждан это особенно важно, речь идет о миллионах наших граждан, которые в 90-е годы приватизировали квартиры. После такого сообщения гости заговорили с президентом легче и непринужденнее. Представители бизнеса сетовали на административные трудности перемещения капитала, например, в соседнюю Украину, и корысть свою не скрывали. Вы имеете в виду открывающиеся возможности в связи с возможной деприватизацией и второй волной приватизации? В принципе, в Украине, да, у нас есть на самом деле действительно хищный интерес, к этому я не стесняюсь этого слова, поскольку мы считаем, что для нас экономическое доминирование в республиках СНГ – самый разумный и рациональный способ роста. В то время как в мире каждый год появляются десятки новых идей и концепций, россияне занимаются только национализацией идей Ивана Ильина и ему подобных граждан. Создававших свои теории, не будем вдаваться в их содержание, в XIX веке или в первой половине XX столетия. Бессмысленно надеяться на появление новой экономики и случение квазирелигиозных догматов и умозрительных концепций, давно отживших свой век. Но больше ничего подходящего для национализации под рукой нет и вряд ли появятся, хотя бы потому, что современные знания создаются по законам Creative Commons – творческих сообществ, и вряд ли могут быть кем-то присвоены. Иначе говоря, если в головах государственных лидеров нет других идей, кроме национализации, ее объектом может быть лишь прошлое, но никак не будущее. Вот слово национализация, она прямо заставляет схватиться за сердце многих. Но ничего, ничего в этом страшного нет, потому что если, допустим, самый банальный и смешной пример с Макдональдсом, продукты российские, здания находятся у нас, технологии все понятные и тоже, так сказать, находятся в стране, что мешает делать под другой вывеской те же самые бургеры и картошку? Да ничего не мешает. И так будет со всем. Так будет с автомобильными предприятиями, которые локализованы на территории России. В случае, если их иностранные собственники сделают какой-то шаг из страны, да, они будут национализированы, будут выпускать те же самые «Фольксвагены», но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю, «Буратино». Вот, и поедем. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. Никогда не голосовала за Путина, но сейчас я готова заслонить от пули нашего президента. А кто его может составить конкуренцию? Какие-то никчемные политики? В 98-й и 99-й годы наша страна находилась на грани развала. И в какой-то момент Господь Бог смилился над нами. Это была Божья кара. Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложное значение. Не только победить, но и спасти мир. Ну, тем не менее, там это сделали. Ладно. Мы посвятили, поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Что? Опять? Вообще, поднял. С ничего. Ну, как иначе? Здесь моментально всплывают острые вопросы, раскалывающие и без того крайне фрагментированную правящую группировку. Пятый президентский срок, по вашему мнению, Владимира Путина. Это хорошо или плохо для России? Дай бог, я Путина люблю, уважаю. Пускай идет. Потянет, хватит сил. Пускай работает. Ну, ему же сколько? 71, да? Ну, видимо, да. Да? Да. С 52-го года. Ну, вот. 71 год. Так что, скорее всего, наверное, уже не потянет. У вас бы никого не было. В то же время объективный ход политических процессов буквально взывает к здравому рассудку с мыслью о необходимости обновления, хотя бы ради сохранения остаточной стабильности системы. За кого не голосуй, все равно Путин победит. Это же очевидно. Нужен цикл смены кадров на руководящих позициях. Вливание молодой крови. Был бы ум у Путина, ушел бы на покои с высоты накопленного опыта и за кулис направлял молодых преемников. Вы в одном из интервью, опять буду вас цитировать, сказали, что Путин не будет президентом до 2036 года. Цитирую. Он найдет человека, который продолжит путь развития России. И сейчас так считаю. Но не чувствует Путин к себе уважения, не верит в наличие авторитета среди окружения для самосохранения после отъезда из Кремля. А потому, будучи жалким и мизерным существом, цепляется за власть. У него, как у Гитлера, вот в феврале 45-го года вариантов нет вообще ни одного. Вот идиотизм ситуации невероятный, да? Пуч Пригожина окончательно свернул шею сценарию трансфера и оставил на игровом поле только вариант Путин 5.0. В какой-то степени восстание ЧВК Пригожина, вне зависимости от его истинной подноготной, четко показало масштабы запроса на перемены, исходящего из недр российского общества. Чтобы нарушить свой плен, надо знать, что ты пленный. Простые россияне с интересом наблюдали и прокручивали пассианцы на предмет того, кто может оказаться новым хозяином страны. Людям, в принципе, плевать, как будут звать следующего узурпатора. Безусловно будет трансгендер. Безусловно. Они его найдут, вот увидите. А еще лучше, если он будет одноногий. А это означает тотальное обесценивание символического капитала Путина. Причиной ситуации выступает пресловутый пеньковый референдум 2020 года. Уничтожив основы конституционного устройства РФ, сам вождь оказался беззащитным. Как это так это? Здесь уместно вести речь об африканизации политического развития страны, под которые следует понимать лояльность населения к антиконституционному захвату власти в будущем. Вероятно, военными. И он становится все более вероятным. Владимир Путин захватил власть, он уже 30 лет. Ну что делать? Кто никто, все захватят. Именно из-за этой угрозы ФСБ проводит операцию по ликвидации любых маломальски харизматичных командиров в рядах вооруженных сил РФ. Пожалуйста, действуйте, боритесь, входите в парламент. Из игры полностью вывели еще недавно героического генерала Армагеддона Суровикина, который теперь и напоминает то, чем он по сути и был, посредственность, сделавшую карьеру самыми брутальными методами. Все это время многих интересовал один вопрос. Куда я пропал после пердежа Метежина? Ой, Метежа Пригожина. Пока Суровикина не грохнули, но контора работает без шума и пыли. И через несколько месяцев амбициозный путчист повторит судьбу скончавшегося на медне генерала СВО Житко. Все. Совет от Лубянки всем офицерам в звании старше полковника быть серыми и безинициативными. И показательно молиться до иступления на Путина. Непонятно, что ли, кому-то? Только так ты будешь полезен Отечеству. Мне нельзя говорить плохо про Путина. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить. Изложенные мысли отражают масштабы пессимизма, который ширится во всех слоях российского общества. Дело дрянь. Еще два срока Путина совсем уж никак не ассоциируются с чем-то хорошим и светлым. Наоборот, маячит проблема еще одного потерянного поколения и тотальной деградации интеллектуального потенциала РФ. Это деградация общества. А чего вы тогда не повесите вот сюда? За мир и на похоломаться не пройдите. Мы не за мир. Нет. Мы за победу. Деградирует. Здесь имеется не только социальный, но и экономический подтекст. В РФ бешеными темпами происходит люмпинизация, тогда как средний класс просто вымер, подобно динозаврам. Я ударил противника спецоперацией. Вы можете снимать, кого хотите. Ну. Вы что, против спецоперации? Да. Сейчас мы вас всех и, ну, оприходуем. Правительство имитирует курс на ситуативное снижение бедности, раздавая социальные подачки нищим и выплаты участникам вторжения в Украину. Параллельно происходит усиление инфляционных процессов, пожирающих розданные с барского плеча деньги. У нас надвигается страшное, я просто вижу уже по грядущему снижению количества выпускников школ и поступающих в УЗы, демографическая яма, хотим мы или нет. Мы почему-то про это не говорим, вернее, как бы говорим, мы должны рождаемость увеличить с 1,4 раза в 1,8. Оно же просто так по решению правительства же не увеличится. И меры беспрецедентные принимаются. Там больше чем в три раза маткапитал вырос и другие всякие вещи. Но у нас дефицит сотрудников, которые сейчас декларируют Минтруда, это 2,4 миллиона работников к 30-му году, дефицит только. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Допустим, вы против Путина. А за кого вы? В том-то и дело. Ну что против этого скажешь? Но Люмпен, как опора, плох всем. Да! Переменчив, ленив, глуп, неверен. Окей. Он постоянно требует к себе внимания, ничего не создавая и давая взамен. Люмпенизация всегда ведет к одному и тому же плачевному результату. Это очень опасная штуковина. А война идет! Война! Война за Россию! Матушка! Матушка! Субтитры создавал DimaTorzok